Сегодня мы продолжим рассказ о эволюции и по многочисленным просьбам трудящихся и слушателей я попытаюсь все-таки поговорить о механизме, а не о самых внешних явных проявлениях. Но прежде всего, конечно, нужно будет остановиться на предмете, о чем мы будем говорить, остановиться на терминологии, чтобы не заблудиться в ней, потом поставить точный вопрос, сформулировать, что же мы все-таки хотим получить в итоге. И дальше будет сложный момент с введением нового концепта, который, по моему взгляду, очень прост, но очень трудно воспринимается читателями и слушающими, впервые с ним сталкивающимися. Этот концепт внесен в заголовок презентации, это распределенная во времени сложность, распределенная во времени системы или темпоральная система, или темпоральная сложность. Итак, у меня первые слайды повторяют предыдущую лекцию. Значит, прежде всего, мир нам дан в виде некого пространственного разнообразия, изменяющегося во времени. То есть мы не можем ничего другого сказать о мире, то есть в самом общем виде, кроме как то, что нечто окружающее нас изменяется. И мы говорили, что об изменении можем выделить три типа изменений. Просто изменения, когда изменяются какие-то параметры какого-то объекта. Есть другой тип изменений, это развитие, когда у объекта появляются какие-то новые параметры, которых не было в предыдущий момент времени. Наиболее характерное такое изменение, развитие, это антогенез. Растут волосы, появляются там зубы. И третий тип изменения, когда появляется окружающий нас в мире, что-то новое, принципиально, чего не было. Появился компьютер, появился мобильник. Когда-то появились млекопитающие. То есть вот еще тип изменения мира, который не сводится к простым изменениям, к развитию. И вот этот третий тип мы называем эволюцией. Ну, принято называть. По крайней мере, я так называю. Хотя у многих есть разночтение по этому вопросу. Итак, изменения, воспроизводимые и обратимые во времени. Развитие. Необратимо, но воспроизводимо. Воспроизводимо в поколениях. То есть если что-то появилось у меня, то появится у моего сына, у моего внука. А эволюция необратима и невоспроизводима. То есть если что-то уже появилось, оно появилось навсегда. То есть мы вторичное появление не будем считать как эволюционный акт и невоспроизводимо. Потому что, да, именно не будем считать как эволюционный акт и вторичное появление, скажем, мобильника. Если кто-то еще наладил производство мобильников, это уже не будет эволюционным актом. Так. И мы говорили о том, как наиболее обобщенно определить, что такое эволюция, чтобы отличить от неэволюционных феноменов. Мы должны взять любой объект, который нас интересует, и рассмотреть его историю во времени, и найти точку, когда его не было, и принципиально быть не могло. Вот если мы можем констатировать, что в нашем мире есть такие объекты, которых когда-то не было, и принципиально быть не могло, тогда мы должны говорить об эволюционном появлении, инновационном их появлении, говорить об эволюции. То есть, по сути, когда мы говорим о биологической эволюции, мы говорим, что появилась клетка, появились многоклеточные, появились позвоночные, млекопитающие, человек. Когда мы говорим о социальной эволюции, мы тоже говорим, что появилось колесо, огонь, появилась промышленность, появились первые мобильники. То есть это все эволюция социума. То есть мы всегда можем выделить какой-то момент во времени, когда то, что есть, не было. Если бы вот этого феномена не было, то мы не могли говорить об эволюции. Существуют некоторые терминологические проблемы касательно эволюции. Одна из распространенных – это путание термина эволюция в двух его смыслах. У термина эволюции есть два смысла. Один – это постепенное изменение, это тот смысл, который противоположен революции. Мы говорим, вот некоторые движения эволюционно очень медленно меняются, а если скачок, то революционно. И второй смысл эволюции, именно новационная, то, которое я говорил до этого, необратимая и невоспроизводимая, когда появляется что-то принципиально новое, и не обсуждается революционно, постепенно, или появилось, или мгновенно появилось. И вот путание вот этих двух терминов часто приводит к недоразумению. Потому что я не буду употреблять термин эволюции как медленное изменение противоположной эволюции, а буду говорить только в смысле, как появление нечто принципиально нового. И для того, чтобы совсем не путаться в терминологии, я ввел понятие «новация», термин «новация». То есть это то, в чем проявляется эволюция. Появилась новация, значит, у нас есть эволюция. Новация – это и новый мобильник, новация – это новый биологический вид, новация – это новый биологический класс, новация – это первая клетка. Следующий терминологический момент, сложность – это огромное количество людей, тупо повторяя терминологию биологическую, объединяют и смешивают понятия эволюция и адаптация. То есть, скажем так, сводят эволюцию только к адаптации. И говорят, что, а, эволюция – это значит изменчивость, адаптация и отбор. То есть, изменчивость и отбор – то, что представляет собой адаптацию. И когда говорят о социальной эволюции, скажем, о эволюционной эпистемологии, И когда говорят о глобальной эволюции, о эволюции предшествующей биологической, тоже говорят об адаптации. Так что здесь тоже нужно быть очень строгим в языке и не применять биологическую терминологию, когда мы говорим вообще о эволюции. То есть адаптация через отбор и через естественный отбор – это один из вариантов объяснения изменений. Это вариант объяснения, а не сам феномен. Так вот, сам феномен – это эволюция. А объяснение эволюции через адаптацию, через естественный отбор – это один из способов объяснения. Поэтому мы не будем прибегать к этому способу объяснения, мы будем просто говорить об эволюции. И есть еще интересная проблема, которую избегают биологи, это разговор о прогрессивности эволюции. Очень часто говорят, что мы не можем говорить о прогрессивности эволюции, потому что если мы понимаем под эволюцией адаптацию, то одноклеточные адаптированные к нашему миру гораздо больше, чем, скажем, те же люди. И прекрасно существуют, и поэтому никакой прогрессивной эволюции нет. Потом говорят, что если мы начнем сравнивать биомассу нашей планеты, то простейшие, одноклеточные, занимают процентов, не буду брать, на порядок больше, чем млекопитающие. И о какой же прогрессивной эволюции можем мы говорить? Ну, тут обычно я отвечаю на этот довод, что если мы исследуем научный институт и будем анализировать прогрессивность деятельности этого института по всем служащим, по уборщице, и сколько там служащих, слесарей и младшего научного сотрудника, а не по одному уловляют номерской премии, то это абсурд. Поэтому мы должны прогрессивность оценивать не по общей биомассе, а по, скажем, наличию млекопитающих, наличию хомосатриц. Итак, а если мы подразумеваем под эволюцией именно новационное движение, появление новаций, то тогда прогрессивность и эволюционность, ну, наверное, можно будет отождествить. Но не на этом этапе, чуть попозже. Итак, вот наши цепочки новаций. Я, пометуя прошлый раз, когда мне сказали, а что это вот восходящее, и нарисовал восходящее. То есть вот наш мир во времени предстает так, что когда-то были атомы, потом когда-то появились клетки, потом когда-то появился солнцем. И в разных... когда-то появились рыбы, пресмыкающиеся, земноводные пресмыкающиеся. Когда-то была телега, когда-то появился паровоз, автомобиль и так далее. То есть вот цепочки новаций. То есть это не фантазия, это эмпирический факт, что если мы говорим о времени, и если выделяем некоторые моменты времени, то мы всегда можем выделить некий момент времени, когда не было социума, когда не было телевизора, когда не было телеги. И это эмпирический факт наблюдения, появления все новых и новых феноменов со временем. И при этом мы наблюдаем некую преемственность. То есть мы можем сказать, что это не случайное появление, а вполне как составляет какую-то цепочку. Вот тут колесо, здесь колеса, там колеса, здесь какие-то ручки, там экран, там появился экран. То есть это явно эмпирически связанные какие-то линии. Если мы... значит мы зафиксируем, что есть некие инновации. Если мы начнем анализировать такой параметр, как сложность, вот в этих цепочках, то однозначно, как эмпирический факт, должны будем принять, что наблюдается усложнение в этих цепочках новации. Всегда. А почему? Непонятно. А вот, нет, эмпирический факт. Кэмпирический факт. У кислоподового генома самый сложный геном. Нет. Все эти все помнили. Нет, 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 нет. В данном случае геном, кстати, не рыбы самый сложный, сам у червя какого-то, самый сложный. Это у хода, конечно. У червя более сложный, чем у кого-то есть. Так вот, в данном случае мы говорим так. Есть проблем вообще предмежной такой сложностью. Есть такая проблема. Я предлагаю использовать совершенно примитивные представления как количество элементов и количество связей. То есть, если мы возьмем телегу, паровоз и автомобиль, то ясно, количество элементов и количество связей. Если мы возьмем радиоприемник, телевизор и компьютер, количество элементов и количество связей, то с геномом это частная молитва. И часто бывает, например, когда-то мне попадалось исследование по автомобилю, Они показывали, что на самом деле по сложности, например, привод вместе с карданным валом, какого-нибудь там Волги или Мерседеса 50-х годов, гораздо сложнее современного. Почему? Потому что сейчас очень высокая точность обработки и стали возможны такие решения. К этому вопросу мы еще раз вернемся. Но здесь мы обсуждаем именно новационное появление. То есть первый автомобиль сложнее первого паровоза. Но первый автомобиль проще, чем последний паровоз? Может быть. Этот вопрос может быть сложнее. То есть скажем так, среди паровоза наблюдается дивергенция. Вот появился первый паровоз, да, и он идет специализация в сторону усложнения и специализация в сторону упрощения. Для разных паровоза. Так что здесь мы берем именно сам факт. Сам факт новационного появления некого объекта. И при этом, когда мы будем анализировать, ну явно, что многоклеточные сложнее, чем одна клетка. Явно, что социум в целом сложнее по количеству связи, чем биологическая система. Так что мы можем отложить эту сложность. И для чего нам нужно сложность? Для того, чтобы нужно сформулировать. То есть если бы у нас появлялись просто случайные объекты, чуть попроще, чуть сложнее, то мы не могли бы говорить об эволюции, а говорили просто о неких случайностях, которые, ну иногда случаются, да. Так. И вот мы переходим к адаптивной дивергенции, к адаптивной радиации. Когда действительно появившиеся первые планы лакопитающие, это были привлечены крысы. В дальнейшем, в дальнейшем, при адаптации к различным условиям, могут как приобретать новые признаки, некоторые усложнения, но в большинстве случаев идет упрощение. То есть явно, что копыта, ласта и вообще утеря количеностей, это упрощение относительно вот этой пятилапой лапки. Пяти пальцевой лапы. То есть у нас всегда после новационного акта появления чего-то наблюдается дивергенция, адаптация, и назвать это эволюцией сложно. Ну так. Или это можно, в Велгии называют адаптационной эволюцией, да. И то же самое происходит, скажем, с техникой. Да, вот автомобиль появился, и появляются очень простые автомобили, да. И очень-очень навороченные. Происходит некая дивергенция сложности и с усложнением, и с упрощением. Но чаще всего с упрощением. Это нам просто нужно для дальнейшего разговора, эта картинка. Итак, значит, теперь, когда мы ввели понятие сложность, ввели понятие новация, мы должны сформулировать вопрос, основной вопрос. А как же она появляется? Откуда она появляется? И как она соотносится с предыдущим существованием мира? Сам факт наличия новации, самоконстатация новации, самоконстатация появления нового паровоза. Говорит нам о том, что он не есть переделка какого-то паровоза, который был до этого. То есть это появление чего-то принципиально нового. Это одно. И второе, мы пришли к тому, что это принципиально новое сложнее, сложнее, чем то, что было до того. То есть у нас наблюдается практически спонтанное появление новой сложности. То есть эволюцию, проблему эволюции можно сформулировать как появление новой сложности. Проблема появления новой сложности. То есть и представить это в виде, скажем, цепочки постепенной модификации телевизора, скажем, чуть-чуть модифицировали, еще изменили, изменили, изменили. И в конечной цепочке появится компьютер, нельзя. Или, скажем, мы берем паровой двигатель, чуть-чуть меняем, меняем, получаем из него бензин, а потом меняем, еще получаем электрический, тоже не получится. То есть каждая новация появляется функционально полноценно, и не за счет переделки, медленной, плавной переделки, скажем, никогда нет такого аппарата, в который там обмотки и поршень посередине еще шатается. То есть это вот отдельно, совершенно разный. Также трудно себе представить постепенное перерастание двухкамерного сердца в четырехкамерное. Вот так, чтобы это найти три с половиной камеры. То есть либо две, либо четыре. И современная наука, современная научная картина мира, нам бы должна была предложить, что вот есть некий объект со сложностью один, есть объект со сложностью два. Вот по оси вот это я откладываю сложность некую, да, понятно, да? И мы должны бы, наверное, получить какую-то функцию от времени и получить зато сложность и зато не получается. То есть сам факт констатации инновации нам говорит, что это невозможно сделать. Значит, вариант детерминистский, причинно-следственный, традиционный для современной науки, здесь отпадает. Значит, рассмотрим другой вариант, который нам предлагает биология. Что значит, пришла модификация телевизора так, сяк, этак, и этак, и этак, и этак, и вдруг среди какой-то модификации получился компьютер. Ну, по сути, современная биология нам предлагает вот такую идеологию, что путем, либо путем макроизменений, макромутации, либо череды мелких мутаций, одна сложность переходит в другую. Но здесь, если бы это один раз произошло, ну, может быть, еще как-то и проканало, хотя по теории вероятности собрать, это равносильно, что из деталей, разбросанных на свалке, собрать самолет. Вот так уж он сам собрался. И что это будет происходить с периодически, с завидной постоянностью в мире, что через какие-то промежутки времени, закономерно, появляется новая давация, новая сложность, никак не связанная со старой сложностью. И, значит, этот вариант, ну, биологи на нем настаивают. Другого варианта у них нет. Ну, есть в биологии еще один вариант. Вариант намогенеза. Но он не признан, не принят. Всякая творческая сила, Менжент, Энтелехия, Берг, Вернацкий, Любищев, фамилия, которые предлагали, чтобы видели, что все-таки в эволюции есть преемственности от одной инновации биологической, от другой есть какая-то закономерность, и что должна быть некая сила, некая управляющая, некая цель, которая движет. И вот предлагали нечто. А что, вот неизвестно. Что-то такое, что вот из вот этой малой сложности что-то добавляет до новой сложности. То есть у нас есть три варианта в современной научной картине мира. Ну, третий вариант, он как бы околонаучный, либо материнский, который не катит, либо случайно появляется по случайным законам, это современная биология, сетическая теория эволюции, беруинизм, либо вот некий мифологический, мифический номогенез. И у нас встал вопрос. Если у нас появляется откуда-то новая сложность, принять, что она свалилась с неба, что она получилась случайно, очень сложно. Значит, нам нужно найти, где она, где эта сложность запрятана. То есть вот вопрос возник, поставлен. Мы должны найти, где спрятана сложность, которая появляется практически мгновенно в некоторой новации. Для ответа на этот вопрос давайте возьмем биологический организм. Или человек просто. Ну вот я сижу перед вами. Если я сейчас остановлю время, сделаю пространственный срез, вот все замяло, да, и мы проанализируем мою сложность. Чисто пространственную сложность. Все молекулы, все атомы, как они расположены. И, допустим, у нас есть некий механизм, который сможет четко какая-то формула по расчету этой сложности. Допустим, неважно, как мы это будем делать, но мы зафиксируем. И спросим, равна ли эта сложность моей сложности как человека? Вот остановленного. Или, по сути, более подробного. Более точный вопрос. Равна ли сложность трупа, то, что умершего, сложности человека? Нет. Однозначно, что у нас есть у человека, у биологического организма, некая еще дополнительная сложность, которая не сводится к структурной. аналогично. Если мы возьмем, будем рассуждать, вот возьмем паровоз, возьмем паровоз, и бабочку тоже, биологический организм. Остановим паровоз. Остановили. Вот он стоит, все. Его сложность фиксирована, да? И рассмотрим бабочку. Равна ли, сводится ли сложность бабочки вот в фиксированной структуре? Нет. То есть паровоз, если даже вы на свалку отвезли, он остается паровозом всегда, его сложность всегда зафиксирована в моменте времени, он всегда готов. Его запустили, завел, он пошел. Бабочка, если остановилась, она умерла, и пропала сложность та, которая делала ее живой. То есть мы должны констатировать, что в организме всегда присутствует некая дополнительная сложность, которая не реализована в пространственной структуре. И вот здесь вот я нарисовал совершенно банальную вещь, которая дает нам понятие, что осложность-то не всегда бывает пространственной. Вот перед нами нарисована молекула. С фиксированной сложностью количество атомов, количество связей. И перед нами музыкальная мелодия. Тоже количество элементов, связей, тоже некая структура. Есть некая сложность? Есть. Здесь есть некая сложность? Есть. Дана эта сложность нам мгновенно, вот мы в пространственном срезе. Дана. Дана нам сложность мелодии? Не дана. Нету. В моментальном срезе нету даже одной ноты. Вообще ноты нету. Для того, чтобы мы узнали, что это нота, у нас должна быть полгодины колебания. То есть моментальной встречи нету. Значит, мы пришли к выводу. И мы пришли к пониманию того, что современная наука оперирует только частью понятия сложности, которая дана нам только в пространстве. А есть еще сложность, которая распределена во времени, которая не дана нам в пространстве. Это та сложность, которая делает биологический организм биологическим организмом. То есть нечто большее. Это та сложность, которая делает мелодию мелодии. У молекулы, у газов колбе все характеристики даны в момент времени. Мы все будем все сказать. Смотрите, записать полную форму, полную структуру. У мелодии в момент времени нет ни одной характеристики. Для того, чтобы сказать тональность, нужно по крайней мере три ноты. Темп, ринг. Все они распределены во времени. Мы должны проследить мелодию на большом промежутке, на ком-то промежутке времени хоть что-то о ней сказать. То же самое о биологическом организме. Биологический организм остановленный, мертвый организм. Он не обладает ни одним свойством живого организма. Что такое? Он не размножается. То есть ничего. Мы не добались ничего, не можем сказать. Голос структура мертвая. Так что мы пришли к выводу, пришли к пониманию, что сложность бывает пространственная и распределенная во времени. Распределенная в пространстве. И по сути, мы можем точно так же говорить. Вот у нас элементы, здесь элементы. Это некая система, и это некая система. То есть мы говорим о системе распределенных во времени элементов, системе распределенных пространств элементов. И навести понятие «темпоральная система». То есть, темпоральная сложность, темпоральная система, пространственная система. То есть, мы нащупали тот момент, где может прятаться сложность. Помимо того, что мы в голой структуре. И теперь зададим себе вопрос. Вот у нас есть бабочка. Есть наш паровоз. В момент времени весь есть паровоз. Ничего, кроме этого паровоза, за этим моментом времени не существует. Если мы хотим реализовать такой объект, как бабочка, вот объект, бабочка, весь комплекс, весь комплекс параметров, весь комплекс характеристик, он не то, что моментально не дам, а он вообще, то есть, нужно проследить бабочку от яйца до самой бабочки. То есть, есть некая система, очень большая система, распределенная во времени, которая в каждый момент времени представлена лишь каким-то пространственным срезом. То есть, есть система и ее пространственное отображение. Ну, сугубо, как в черчении, есть деталь и отображение. Но эта деталь расположена во времени. Сложность вся. То есть, вся сложность не дана, вот здесь, там, в момент. Она распределена во времени, как у мелодии, да? И в каждый момент она предстает в виде пространственной структуры, в виде пространственного отображения. Чтобы понять, что это именно некая сложность, распределенная во времени, я еще добавил сюда червяк. То есть, если мы начнем анализировать гусеницу и червяк морфологически, и рассуждать о их структуре, то мы практически не найдем различий. Ну, близко, очень близко. То есть, наверное, даже какую-то гусеницу с каким-то червяком можно спутать, если даже не специалист. Но понятно, что сложность объекта гусеница намного превышает сложность объекта червяк. И мы рисуем вот такую темпоральность. Он является проекцией более сложной детали. А этот является проекцией более простой детали. Он тоже темпоральный, он тоже живой. Но у него габариты. Габариты темпоральные. Темпоральная сложность. Сложность объединенного времени гораздо меньше, чем у бабочки. Когда мы, допустим, зафиксировались в какой-то момент времени, смотрим паровоз, допустим. Вроде бы как бы нам не понятно, что такое паровоз, хотя он зафиксирован. Да, он весь, полностью описать можно. Это понимание не потому ли оно, не потому ли, это нам понятно, что мы уже знаем, что такое движение. Если мы не знаем, что такое движение, мы смотрим на кусок металла, и что ничего мы не могли. В данном случае, скажем, ну, возьмем без движения что-то, нам не обязательно нужно двигаться. Ну, возьмем молекулу. Пример молекулы, она никуда не двигается, стационарно. Здесь не имеет значения движения. Движение здесь я просто привел для отличия механизма от организма. Но если мы говорим просто о пространственной структуре, о пространственном объекте, пространственной сложности и от импоральной сложности, то нам не имеет движение, что движется этот пространственный объект или не движется, без разницы. Это, может быть, я неудачный паровоз здесь привел, но это не имеет значения. Ну, кристалл возьмем. Вот все, что мы можем сказать о кристалле, мы можем сказать по данный момент времени. Ничего не сокрыто. Ничего. То есть полностью все его характеристики. Если мы берем гусеницу в данный конкретный момент времени, об объекте, который он представляет, даже о самой гусенице мы все не сказать не можем, потому что это мертвое тело будет. А тем более о полном темпоральном объекте бабочка. Мы не сможем все сказать. Мы должны отследить его на каком-то промежутке времени. А о паровозе, о кристалле мы все можем сказать. Это вот червь, он не обладает такой темпоральной историей, как бабочка? Да, он меньше темпоральности. У него темпоральная сложность меньше, чем у бабочки. А, то есть здесь просто... Для того, чтобы сказать, что эта сложность вполне конкретная, конкретная у разных организмов, у разных объектов, она вполне конкретная и отличается. То есть, вот пространственный срез одинаковый, пространственная сложность у них одинаковая, а темпоральная сложность у них разная. Вот это, чтобы показать, что есть некий параметр, по которому они отличаются, и поэтому темпоральная сложность отличается и человек от человека. То есть, когда мы говорим, что умер я и умер дядя Вася дворник, то утеря сложностей произошла разная. Хотя биологически, вот вы же от Батрупа, проанализируй биологический труп дворника и, скажем, лауреат Нобелевской кремии, то есть, мы отличий в сложности не найдем, при этом живыми они были принципиально разной сложности. И где это была сложность? То есть, мы должны прийти к выводу, что эта сложность была не сконцентрирована в структуре пространстве, а была распределена препарально как-то. В принципе, вот здесь мы к этому моменту уже переходили, просто показывали, что вот у паровоза практически нет темпоральной сложности, и нет, он весь свой из структуры, а у бабочки большая темпоральная сложность, и паровоз каждого на их времени является паровозом, а бабочка в каждый момент времени представляет из себя различные пространственные средства. А можно вопрос? Да. А может, все-таки как-то вы приводите примеры живой и неживой природы, может быть, как-то в этом ключевое слово? Ну, конечно. Конечно. То есть, для чего эти примеры? Потому что живой организм, живой организм обладает темпоральной сложностью, а не живой. Здесь есть такой момент еще. Есть вообще темпоральная ситуация. Я просто сейчас имел в виду, то, что у живого организма видно, что-то есть такое присущее живому, так сказать, и... Мы это не обсуждаем. Если его остановить, значит, что-то присущее. Что-то присущее. Так сказать, как бы есть структура. Да, то, что называем интелехия, эмерджентность, могло бы называть... Я сейчас предлагаю искать вот это то, что присущее биологическому организму, что мы не могли раньше назвать, искать пространство, распределенное во времени сложности. При этом я показал, что она есть и существует на примере мелодии. Вот на примере мелодии мы видим, что есть. Вообще, в принципе, само наличие, распределенное во времени сложности... А, нет, это потом, я что-то... Здесь я нарисовал картинку, чтобы не путать... Всегда обычно, традиционно, есть путаница с темпоральной... с темпоральностью и с темпоральной сложностью, что бабочка-объект от рождения до смерти. Что вот мы берем вот эти хрональные моменты, и вот как будто вот от рождения до смерти это бабочка. Нет. Здесь мы должны говорить о некотором распределенном во времени на неопределенном промежутке времени, непонятно каком. То есть это вот некий цук, некий цук во времени, относительно сейчас, прошлое и будущее, движущийся во времени, и каждый раз, в предстающий момент времени, ведь некая пространственная структура, пространственного среза. Вот в этот момент времени, вот темпоральная бабочка, она предстает в виде гусеницы, потом в виде кокона, потом в виде бабочки. Здесь было в виде яйца. То есть вот это распределенное во времени. Это вот то, что окружает человека, окружает человека, и что пропадает, остается голая труп, а голая структура, когда он умирает. Ну, когда умирает бабочка. Так так же про мелодию тоже можно сказать, что мелодия – это некоторого рода цук в пространстве, который движется, и каждый момент времени… Представляет в виде себя одной ноты, да. Точно так же можно сказать. Значит, получается, что мелодию, в принципе, можно пространственной изобразить в виде цука? Сейчас мы к этому вернемся. То есть любую темпоральную сложность можно трансформировать в пространство. Действительно. И с этим мы сталкиваемся постоянно. Вот, пожалуйста, телевидение. У нас была картинка пространственная, преобразовали в темпоральную сложность сигнал, а потом опять конвертируют в пространственную. То есть мелодия была в виде напетой, записали в виде пространственной структуры на листе бумаги в виде нот, потом опять проиграл скрипач, превратилась в темпоральную сложность. Темпоральная сложность постоянно трансформируется в пространственную и обратно. То есть это моменты, которые, в принципе, нас постоянно кроют. Мы просто не замечаем, мы не формулировали это даже. То есть термина распределенная во времени сложность до сих пор не было. Распределенная во времени система до сих пор не было. И поэтому многие вещи мы обсуждать так не могли. И это представляение обязательно требует объективности по пространственной реализации? Нет, не требует. Не требует, потому что, скажем так, когда я говорю о том, что я догонял троллейбус, догнал и прыгнул в него, не требует, чтобы объективность создалась. Это требует только того, чтобы мое представление о пространстве и времени было как-то согласовано с троллейбусом и с водителем. Нет, ну вот бабочка, да, то есть она сама по себе, да, и сама по себе она вот как суп во времени. Требует согласование биологического времени и моего интеллектуального времени. Согласованности требует, не требует. Нет, ну значит, это отдельно. Есть какое-то объективное время, с которым в наше время согласуются, так? Влад, здесь вопрос вот в чем. Если представлять как объективное, как абсолютно объективное, не требует. Не требует. Требует некой согласованности. То есть если говорить уже об антологии темпоральной, там мы видим, что нет никакого ни объективного, ни пространства, ни времени. И что то время, с которым мы сейчас говорим, это лишь один из вариантов обсуждения науку времени, да, на языке времени. Может другой язык быть и времени. Но в данном случае мы просто, почему как бы признаем, ну не объективность, скажем, а реальность времени. Потому что мы разговариваем в терминах научной картины мира. И вот в этой картине мира мы признаем, что время некое единство представляет. Но если мы выйдем за пределы этой картины мира, оно не будет объективным, не будет абсолютным. Не требует. Требует некой согласованности. Ну как? Вот мы не можем сказать, что русский язык, на котором мы сейчас разговариваем, абсолютен. Он реален для нас, потому что мы все друг друга сейчас понимаем. Так вот мы все понимаем, что такое время, и для бабочки оно где-то одинаково, и для нас одинаково, как биологический организм. Только вот на этом уровне оно и объективно. Но никакой констатации, что это пространство, время объективно, здесь не требуется. Так а никого другой объективности не бывает, кроме той объективности? Тогда слово «объективность» нужно убрать. То есть если она разнообразна, то это не объективность. То есть объективность предусматривает абсолютную объективность. Ну сам факт. Когда мы говорим субъективно и объективно, то мы узнаем, что это дало для всех одинаково абсолютно, либо все-таки для какой-то... Не, но даже в физике нет абсолютного пространства, есть как бы, да, всегда там какие-то системы отчета относительно друг друга. А нет, абсолютное пространство системы отчета — это разные вещи. Это понятно, но просто абсолютно вообще ничего нет. Ну, тогда по этому вопрос... Не-не, объективность имеется в виду в том смысле, что время существует не только для нас, а для любого, для других организмов. То есть это не штат. Во-первых, это несущественно для объяснения концепта временного времени сложности, это, ну, несущественно. Скажем так, если мы признаем это относительным или абсолютным, не имеет никакого значения, мы просто должны констатировать, что есть некая сложность, которая распределена во времени, и что пространство и средства любого объекта не исчерпывают всю сложность. Есть, а можно еще тогда вот так вот? А вот мне кажется, имеет ли смысл говорить о каких-то особых объектах, о особым классе объектов, называемых темпоральными объектами? Нет, не имеет смысла. Имеет смысл говорить... Я этот момент пропустил. Имеет смысл говорить о том, что любой объект темпоральный. Любой. Любой. То есть, если мы возьмем тот же кристалл, тот же кристалл, и зафиксируем его на моменте времени ядерных взаимодействий, то у нас также получится некий процесс из событий. Да. То есть, вот зафиксируем на этом, его не будет кристаллов, а будет некий срез, непонятно что. То есть, в данном случае, когда мы говорим... То есть, это следующий этап рассуждения, мы придем... Продолжая рассуждение, мы всегда придем к тому, что любой объект — это множество событий. И в зависимости от того, как мы возьмем срез моментальности, вот одномоментности, относительно чего? Относительно вспышки фотоаппарата и относительно ядерных взаимодействий времени, да? То объекты могут представить либо как темпоральные, либо как пространственные. Просто мне кажется, если взять, допустим, стол, то процессы в нем протекающие, они как бы не имеют отношения к пониманию сущности стола. Да. А процессы, протекающие, скажем, в мозгу, они неотъемлемы, так сказать, и заставляют сущность мозга. Нет, опять же с такой стороны посмотреть. То есть если мы будем смотреть с точки зрения... С молекулярным стол рассматривать, вот, то он будет темпоральным объектом. Ну, безусловно. Да. Ну, как стул, он... А, если мы будем рассматривать... То есть здесь все зависит от точки рассмотрения, то есть от выбора моментальности, а если, по сути говорить, от темпоральности субъекта, которую мы рассматриваем. То есть вот у нас есть своя темпоральность у человека, да? И вот относительно нашей темпоральной сложности некоторые объекты мы видим как пространственные, как данные нам пространственные, некоторые объекты мы видим как темпорально распределенные, которые мы не можем... И если мы смещаем этот уровень, то есть если мы сместимся на уровень элементарных частиц, то молекулы будут темпоральными объектами. У них сложность относительно элементарного акта взаимодействия на уровне элементарных частиц будет распределенного времени. Это будет последовательность событий. А с нашей точки зрения это будет единый кристалл, данный пространственный. То есть это относительно. Поэтому выделять отдельно темпоральные и отдельно пространственные выделяется только относительно момента рассмотрения. Так, хорошо, значит, мы поняли, что есть некоторая сложность, и тут же я еще, когда я произнес уже это слово событие, и что объект это есть множество событий, то всю нашу жизнь мы можем представить как поток событий, все, что нас окружает. И вот некоторые события мы конфигурируем как пространственные структуры, и видим в них некую сущность, видим в них некую сложность, а некоторые события мы воспринимаем только как последовательно и в мозгу собираем эту сложность. И вот эта сложность, она темпоральна. То есть, скажем, как мелодия, если нам дать одну ноту, одну ноту, да, мы не услышим никакой музыки, ничего. Мы должны эти события за какой-то промежуток времени собрать в голове, да, и тогда у нас будет объект мелодия, он темпорально распределен. То есть, есть некая сложность, определенная темпоральна. И вот, теперь нам нужно сделать последний шаг. Значит, мы сказали, что есть некие множество событий, распределенные во времени, допустим, переделки различных телевизоров, дивергенции телевизоров. Любая дивергенция телевизоров, переделка, изменения не принесет никакой инновации, в личном итоге компьютер не получится. Но в процессе модернизации телевизоров накапливается некая новая сложность, это сложность пространственная. Но она распределена во времени, на каком-то промежутке времени, пока это происходит. И мы можем говорить, что на множестве событий дивергенции телевизоров возникает новая темпоральная сложность, которая еще никак не зафиксирована пространственно. И вот эта сложность, эта сложность, в данном случае, в данном случае, через нашу голову, зафиксированное, через наше интеграционное понимание этой сложности, может в какой-то момент редуцироваться в пространстве. То есть новация, новация никогда не происходит от предыдущей новации, прямиком в древинистической кредит. Происходит некая дивергенция, усложнение в виде модификаций, воспринятие это как темпоральная сложность, формирование некого темпорального объекта, темпоральной идеи. То есть идея, это есть что-то, когда человек говорит, у меня есть идея. Это некая темпоральная сложность, неявленная пространственная, и любая новая инновация воспринимается как редукция, как преобразование сложности темпоральной в сложности пространственной. То есть любая инновация это преобразование сложности темпоральной, которая реализована на множестве предшествующих событий, в сложность пространственную. Это очень хорошо согласуется с нашим представлением вообще о творчестве. У меня есть идея, я предчувствую, что-то у меня уже в голове есть, да, и потом некий акт, у меня картина, новое изобретение, новая теория. То есть в самом новационном акте не появляется новая сложность. Не появляется новая сложность. Она всего лишь преобразуется из распределенной во времени в распределенную пространственность. Более того, распределенная во времени сложность, темпоральная, в виде, скажем, идеи, она богаче, чем пространственная структура, в которой она реализовалась. То есть сам новационный акт всегда является инволюционным, с обеднением, и поэтому он более вероятен, чем существование темпоральной сложности. Если у нас некая темпоральная сложность, некая идея существует, да, то при накоплении избыточности некоторой, да, то есть более вероятное состояние, редукция этой сложности в пространственную сложность. То есть то, что у нас в традиционном представлении об эволюции выслилось как спонтанное возникновение новой сложности, ниоткуда, маловероятное, то в этой концепции, с введением темпоральной сложности, введенной во времени сложности, мы говорим о том, что после каждого новационного акта происходит накопление некой темпоральной сложности, которая потом редуцируется. И эта сложность уже есть, существует, и происходит только уменьшение сложности, но в сухом остатке у нас появляется некая инновация, некая новая пространственная структура. У меня вопрос по этому поводу. Ну, на самом деле, действительно, для того, чтобы объяснить, каким образом возникает пространство инновации, редукция ее к тому, что временная сложность переходит в пространство, это как бы действительно заслуживает внимания, да, и это может быть объяснено. А как теперь объяснить возникновение временной сложности? Я объяснял это. Если мы одно объясняем через другое, то нам теперь нужно это другое. Вопрос, да, вопрос закон. А вопрос обратный. То есть, ответ обратный. То есть, если новая пространственная сложность возникает как редукция темпоральной сложности, новая темпоральная сложность возникает как дивергенция пространственной сложности. То есть, после каждого акта, новационного акта появления новой структуры, появляются новые модификации, адаптируемые к различным изменениям. То есть, скажем так, появился телефон, новация, новая структура пространственной. После этого пошли модификации телефона различные, и такие, и сякие, и с таким микрофоном, и с таким, электронной. И вот при достижении некоторой сложности, последовательной сложности, сейчас я еще на одном примере покажу, вот как возникает темпоральная сложность, появляется некая темпоральная сложность определенная, которую воспринял конструктор Попов, Маркони и редуцировал ее в новую темпоральную сложность. То есть, вся эволюция сводится к тому, что появляется новая пространственная структура, дальше происходит дивергенция, вот то, что я рисовал вот здесь. Вот, дивергенция, появление, распространение этой сложности во времени, и вот на этой, на этой распространенной во времени, на большом промежутке времени формируется, на этих событиях дивергенции формируется новая темпоральная сложность, которая потом опять редуцируется. Сейчас я покажу это на простом примере. А что, первичная традиция, � за просостранство или во времени? В данном случае не пространство или, первичная в данном случае некий акт согласования начальника, который разбился на... То есть, видно, вот сложность, первичное является пространство? Если говорить антологически, то первичную универсику событий, а пространственная сложность, топоральность, это наш способ видения. То есть, скажем, с некоторой точки зрения весь мир будет представлять только пространственную сложность. С некоторой точки зрения, то есть с точки зрения абсолютного субъекта, перед ним будет только пространственная сложность, и времени не будет никакая. С точки зрения единичного элементарного события не будет никакого пространственности, а будет только явный поток времени. Вот я уже говорил о том, как в творчестве возникает, то есть есть некий поток событий, которые творец воспринимает, воспринимает темпорально, строится некая идея, да, у него темпоральный объект, задумка, идея чего-то, и она редукцируется в новую картину. Дивергенция умножения пространственной сложности, формирование темпорального объекта на множестве дивергентных событий, и редукция, инволюция этой сложности в новый пространственный объект. Вот еще один пример, вполне такой уже не на пальцах, даже научный. Значит, редукция темпоральной сложности на объяснение, на примере появления многоклеточных организмов. Значит, у нас есть клетка, живая клетка, существующая несколько миллиардов лет, и до появления многоклеточности у клетки формировалась способность к специализации, то есть к возможности реализации нескольких специализированных состояний. Популяция клеток плавает в некой среде, среда объединяется, не хватает пищи, некоторые клетки специализируются в клетке со жгутиком, скажем, другие в некое тело, образуется конгломерат с хвостиком, они уплыли, потом распались, и опять превратились в нормальные клетки. То есть специализированные, два специализированных состояния, и универсальное состояние клетки. То есть мы можем говорить, что вот у данной клетки существует некая темпоральная сложность больше, чем у клетки, у которой нет специализированных состояний. То есть эта клетка может последовательно принимать то, что мы рисовали, когда про червя и про бабочку, да? То есть у этой клетки есть два специализированных состояния, которые она последовательно может принимать. У нее есть некая сложность, распределенная во времени, да, то есть вот последовательно. И она в моменте универсальном сконцентрирована в одном пространственном объеме. И она сложнее, темпорально сложнее, чем клетка, которая не может специализироваться. Можно предположить, что при дальнейшем развитии этой клетки она смогла переходить в два, в три, в четыре специализированных состояния. И у нас становится вопрос. Есть что энергетически более выгодно? Что более вероятно, существование пространственного объекта с избыточной темпоральной сложностью, либо существование структуры объектов с уменьшенными степенями свободы. То есть в один какой-то момент энергетически стало выгодно существование не темпоральной клетки с возможностью реализации разных состояний, а существование двух клеток, одновременно пространственно реализующих эти состояния. Они проще. Это состояние проще. Эти клетки с объединенной темпоральностью вместе, вместе, они составляют ту же функциональность как исходная клетка. Но вероятность это состояние больше, чем универсальные клетки с расширенной темпоральностью. То есть как раньше трактовали. Вот есть клетки какие-то, плавают, плавают, они случайно слиплись, объединились и получился организм многоклеточный. Но маловероятно, как клетки могут слипнуть с разными геномами. И как они потом будут размножаться. В данном случае произошло, что клетка просто вместо деления на две универсальные клетки разделилась на две клетки специализированных. Этот акт, этот акт в нашей терминологии, мы просто однозначно называем преобразование темпоральной сложности в пространственную. Редукция темпоральной сложности, которая была в этой клетке. Редукция в пространственную сложности. Появилась новая структура, более вероятная и более энергетически выгодная, чем предыдущее универсальное состояние. То есть разделение труда. Ну то, что разделение труда, то есть мой тоже ливий пример. Сидит сапожник, делает сапоги, он делает последовательно выкройку, гвозди готовит, забивает каблук, все. Это некая распределенная во времени сложность, потом мы ее вот так вот переворачиваем, пространственную получаем фабрику. То есть где эта сложность уже сконцентрирована в структуре фабрики, вероятность создания фабрика проще, чем структура сапожника. Проще. Но сама структура новая, новационная, откуда она взялась? Продошла редукция темпоральной сложности ремесленной, которая накапливалась за многие столетия в пространственную сложность фабрики. Мне вот что странно. Я могу понять, что любой элемент фабрики проще, чем исходный сапожник. Но в силу своей узкой специализации как раз. Да. Но фабрика это как целое при этом является тоже сложным, тоже сложным нечто, потому что я не знаю, как сравнивать с исходным сапожником, потому что это уже возникает социум, вообще-то говоря. Если мы, во-первых, мы должны рассматривать ремесленную деятельность целиком, целиком явленную вместе с сапожником, вместе со всеми его операциями, и эта деятельность представляет себя некую распределенную во времени сложность. А тут мы рассматриваем некую структуру. То есть, скажем так, конечно, отдельно рассматривать объект деятельность ремесленника и деятельность на фабрике вне целого социума невозможно. Это все равно редукция более сложного объекта социума. Но если рассматривать сугубо пространственную структуру, у нас задача такая, откуда появилась пространственная сложность фабрики? Вот пространственная сложность фабрики, это есть редукция темпоральной сложности. Хорошо, тогда получится, что фабрика столь же сложна, как и сапожник. Нет, проще. Проще? Проще у нас происходит инволюция, инволюционный акт. Всегда во время... Я не вижу тут простоты, честное слово, потому что возникает множество специализированных клеток, ну, то есть рабочих, которые производят только одну операцию, но зато как бы быстро... Нет, это эффективнее. Да. Эффективнее, но не сложнее. Там сложности нет. Но они совершают все те же самые действия. Они совершают их параллельно. То есть идет переход от последовательности к параллельному. То же самое, что у нас произошло с клеткой. Последовательность специализированных состояний перешло в параллельное существование их. То есть каждому рабочему теперь какая-то предложность сделать? Не знаю, что рабочий, чем сапожник. Как-то рабочий, да. Но фабрика-то в целом, все равно, она как минимум, она как велика сапожник. Ну, да. Когда я говорю, что идет редукция, идет упрощение, я говорю о пространственной сложности. То, что она является элементом социума, как элемент социума, она не порождается, здесь нет такой прямой связи, что мы берем конкретного сапожника и из него делаем фабрику. А это мы берем всю ремесленную деятельность, и она в конечном итоге, вот вся сложность деятельности ремесленной, распределенная во времени, редуцируется в сложность фабрики. Ну а по сути, если говорить еще более правильно, то у нас есть темпоральная система социума, и ремесленная деятельность, и фабрика, это являются пространственными отображениями этой системы. Так как кокон, бабочка, то есть гусеница, кокон, бабочка. То есть это вот те же этапы, только на уровне социума. То есть в данном случае мы так немножко упрощаем. Упрощаем, но сам факт терминологический такой, что преобразование темпоральной сложности в пространственную, откуда взялась пространственная сложность? Ни из чего она не взялась, а она взялась из темпоральной, из распределенной во времени сложности. Того понятия, которого у нас просто не было. Вот так она на голом месте появилась. Извините, вы несколько раз сказали, что фабрика проще этого сапожника, или ремесленного производства, наверное, не совсем корректно. Не проще счет. Ну просто даже если считать количеством элементов, то фабрика счетная вообще, а сапожник не счетен. Ну скажем, сапожник это творчество, да. Творчество, да, творчество. Он делает на заказ черевички такие, сякие и все. А фабрика штампует этот механизм. То, что вы утверждаете, я вот не согласен в том плане, что вы тогда говорите, что последующее развитие производительной силы, оно, его нету фактически. То есть это идет на физические регрессы. Здесь мы говорим... Я думаю, тут я не согласен с вами в этом вопросе. Может быть, мы тут о разных вещах несколько говорим? Здесь мы рассматриваем очень интересный момент. А пример так? Возвращаясь к нашим цепочкам, вот изначально, которые мы рисовали. Сапожник и фабрика, это очень, так сказать, наглядно. Возвращаясь. Наблюдается у нас действительно однозначное усложнение. Но это усложнение идет очень интересным моментом. Каждый инновационный акт идет как упрощение в данный момент конкретное время. То есть к уплощению темпоральной сложности. Вот он сейчас совершается только потому, что он упрощение. Это редукция, это инволюция. Но относительно предыдущего акта он сложнее. То есть эволюция наблюдается не потому, что я из простого получил сложное. Потому что я получил нечто, в результате деволюции, дивергенции, у нас образовалась темпоральная сложность избыточная, которая опять упростилась, редуцировалась в новую пространственную структуру. Но новая пространственная структура сложнее предыдущей. То есть ретроспективно относительно предыдущих новаций мы наблюдаем усложнения. Но каждый акт появления новаций, он рассматривается как упрощение. Как распрощение во время сложности. Поэтому он вероятен. Он необходим. Он вероятен. При накапливании некоторой сложности... Энергетически выведен. Да. То есть, скажем, любое творчество, любое творчество, это накопление некоторой энергии, ну, абстрактно в кавычках, да, которая превышает некий предел, и оно реализуется всегда, выпадая в осадок в виде пространства. То есть, как бы преодолевается некий энергетический барьер. Предел и выпадает в новую равновесие. И выпадает в новую. И дальше начинается, это новое начинает изменяться, трансформироваться, адаптироваться, появляется сложность последовательная во времени, которая, но не принципиально, в рамках той же структуры, накапливается новая температура службы, и новый акт появляется. То есть, опять продолевается новый барьер, опять новая равновесие. Да, да, да. И вот последние, заключительные выводы. Так, я случайно нажал на последнюю страницу. Так, а, да, я уже сказал, что каждое новационное акте есть инволюционное событие. Редукция темпоральной сложности всегда идет с обеднением, поэтому более вероятно, существование объекта с реализованной пространственной сложностью выше, чем существование, с избыточной темпоральной сложностью. Усложнение каждой новации фиксируется только ретроспективно в отношении к предыдущей. То есть, вот в каждом акте на его цену нет усложнения. То есть, у нас явлена новая сложность. Вот компьютер явлен как новая сложность, но это не идет усложнение нечто другой пространственной структуры, а просто обедненная редукция темпоральной сложности, которая накопилась к тому моменту в системе. Так, да, на этом все вопросы. Давайте еще, если есть. Еще знаете, или, может, я не уморю, но мне так услышало, что вы несколько раз говорили, что типа эволюция телемизора или развитие телемизора, значит, в конечном итоге привело к вычислительной машине. Что это не так? Не говори. Как так звучало? Не говори. Как раз я говорил, что это эволюционные акты, новационные акты, и что вот как-то телевизор не модифицируй, не получишь компьютер. Как раз я подчеркнул несколько раз, что никогда путем усложнения структуры пространства не получить новую пространственную структуру. Ну, невозможно. Всегда новая сложность пространственная возникает в виде творческого акта. Ну, для человека это понятно. Есть, может быть, непонятный момент, что такое творческий акт, когда мы говорим о биологии. Когда человек, вроде понятно, да? То есть мы должны себе представлять, что темпоральные системы строятся на потоке каких-то событий. Так вот, поток событий, которые реализует человек в пределах своей жизни, может охватить темпоральную систему, которая способна на деятельность некоторую. И она реализована на некотором конкретном организме. И вот этот поток событий, эта темпоральная система до появления человека была реализована на потоке событий популяции. То есть там не было персонифицировано объекта, который обладал разумом. Это было на длительном потоке событий в популяции. И это усложнение, и усложнение накапливалось, и потом реализовалось. Там нет субъекта. Популяции нет субъекта. А человек это первый в истории планеты субъект, с которым можно привязать новацию. До этого она просто была не привязана. Скажем, можно это пояснить на примере, когда с бабочкой, с яйцом яйцо, гусеница, кокон, бабочка. Тоже распределено, а потом при следующих актах новационных это было сконцентрировано в один организм. Была распределено сложность некоторая, она вошла в один организм. Так вот точно так же, как творящая система, творческая система, разумная система была распределена на популяции на множестве организмов, на длительном промежутке времени, на миллионы лет, или на сотни тысяч лет, то в социуме она уже сжимается за счет того, что у нас в мозгу количество событий настолько увеличивается, что они спрессованы уже в одном пространственном объеме. И, то есть, скажем, события у нас, нейронные у нас в голове, эквивалентны по темпоральной сложности множеству событий, распределенного на миллионы лет в популяции. А процесс все равно тот же самый. Там просто нет одного человека, на котором можно показать. В принципе, и сейчас человек не является творцом. Человек является лишь, завершает конечную стадию редукции. То есть, он в себе не заключает всю эту паральную сложность новации. А всего лишь вот кому-то повезло гениальному, то есть, эта вот сложность существует, в социуме распределена на каких-то процессах экономических, технических и прочих. И вот кому-то по поводу Марконе повезло в конечном этапе оказаться, ухватить вот эту паральную сложность и редуцировать ее. Когда уже было все готово. Ну да, да. Как говорил Стив Джобс, «we reinvent form». То есть, мы как бы переизобрели телефон. Он понимал, что ничего нового они не придумали. Но в то же время некоторые инновации... Некоторые идеи, которые существовало... Да, по отдельности все существовало. Все существовало по отдельности. Они лишь собрали в ту комбинацию, которая оказалась новой. Все. Больше ничего не случилось. Вот, вроде бы так. У меня один вопрос, который мне периодически как-то в уме всплывает, даже не в связи с вашим словом. Просто я почему прицепился. Вы заметили, что биологи игнорируют, отказываются рассуждать о целеполагании, о прогрессивности эволюции. Я просто... Мне давно кажется, я просто не знаю... В случае инъектора. Как это мы видим. Ну да. Этиротическая эволюция, таких понятий их не существует. Вот. У меня просто есть давнее подозрение, почему это происходит. Ну, я не знаю, как его проверить, у кого спросить. Подозрение такое, что просто наука, когда начиналась в качестве такой интеллектуальной деятельности, там был такой методологический момент, что исключалась кауза финалис. То есть, как бы, как это, финальная причина, да, конечная причина. Целевая причина. Целевая причина исключалась. Это делалось в пику, как бы, схоластики, потому что в схоластике целевая причина была ключевой для объяснения. И целевая причина имела такой сугубо теологический смысл, что это речь шла о некотором замысле Бога по поводу творения. Это, да, это связано, и они отказываются на эту тему говорить. Ну, совершенно верно, да. То есть, наука, как бы, по вполне случайным причинам выбрасывает из себя каузу финалис, и это, в общем, именно просто по силу некоторой методологической эмоции, это вновь и так и существует. И современная наука использует понятие системы, состояние системы только вот именно пространства. Естественно, когда они говорят в этих терминах, они обязаны следующее состояние описать как некую модификацию исходного. Если не получается модификация, они вносят случайный фактор какой-то. А описать как исходящую причинность или целеполагание какое-то только в теории функциональных систем у Анухина. Да, они пользуются под понятием результата действия, цели действия и целеполагания. Но это не распространяется только на анализ поведения животных, а не распространяется на эволюцию. Здесь вот какой-то отдельный уголок есть. А как же они адаптацию объясняют? Адаптация же и связана с этим. С телеполаганием никакой. Ну а как адаптация, это приспособление к чему-то. Но если не сплоцентрить целеполагание, есть некое изменение... То есть, есть некое изменение случайное, да? Ты совпал с изменением среды? Не совпал. Совпал – выжил, не совпал – выжил. То есть, никакого целеполагания из будущего нет. То есть, все вот в данный конкретный момент выжил – не выжил. А если все скриво, то все сразу умерло, да? Ну да. А тем не менее, жизнь есть, существует, значит, как-то все-таки по-другому... Появление темпоральной термонологии и понятия распределенно-формирования систем в корне меняет представление детерминизма. В корне. Мы это не затрагиваем, у меня отдельная лекция там на эту тему есть. То есть, как мы не можем сказать, что причина первой ноты является причиной второй ноты и третьей ноты? Точно так же мы не можем сказать, что яйцо является причиной гусеница-гусеница-кокона, что причина вот этой цепочки является наличие степоральной системы бабочка. И она просто в разных состояниях предстает перед нами в разных пространственных отображениях. И у вас получается, что я еще раз просто хотел заметить, видеть замечание, что разум, опять же, я не знаю, как выразить, реален или объективен. Он существует. То есть, разум мы должны... Не зависит от человека. То есть, жизнь, разум мы должны трактовать, это отдельно, можно лекция. То есть, мы должны трактовать, как некая темпоральная система на неком достаточном множестве событий. Достаточном множестве событий. Жизнь — это система действия, разум — это система деятельности. Тут отдельно вводится понятие иерархия систем. И реализуются эти системы на некотором множестве, достаточно множестве событий. И если, скажем, на этапе одноклеточных реализовалось на множестве событий в миллионы, миллиарды лет, потом, поскольку происходило усложнение пространственной структуры, то происходило и сжатие темпоральной сложности, хрональной, и оно все втискивалось в организм, и в конечном итоге, в разум, распределенный изначально на большом множестве событий, был реализован на множестве событий в промежутке жизни одного человека, на событиях его нейронов. Но тоже частично. Это просто любопытно, тоже можно и богословие какое-то... Ну, нет, богословие здесь такое, элементарное, что, скажем, если мы рассматриваем систему следующего уровня, порядка темпоральную, которая надразумная, то есть более темпорально охватывающая, и дойдем до абсолютной темпоральной системы мира, то это будет абсолютный субъект, для которого все дано, у которого нет ни прошлого, ни будущего, и нет никаких новаций, нет никакой эволюции, а мир дан весь целиком пространственной структуре. И если мы будем искать причину какую-то, то мы должны искать всегда причину, если мы действительно хотим искать причину, мы должны не в прошлое по цепочке, а искать причину в окутывающей нас темпоральной системе, а у нее еще и еще и так до абсолютного субъекта. Я думаю, что ваше увоззрение, на самом деле, есть последовательность и логичность от начала до конца, а не так, что какая-то локальная логичность, а какие-то проблемы. Поэтому важно, на самом деле, постоянно переходить к таким абсолютным пределам, то есть абсолютным пределам, в смысле абсолютного субъекта и прочее. Но элементарный субъект, абсолютный субъект, здесь постоянно нужно... Ну, антология у нас, лекция есть, разговор про совпадение с трансреальными восточными концепциями тоже есть, причинно-следственная связь тоже... То есть, изменения как представление о причине и следствии, а о причине и следствии, ну, все, наверное, да? То, что я рассказывал, запечатлено в двух книгах. Новация, это касается биологической эволюции в основном, и где было введено понятие распределенного времени системы, и темпоральность, и философия абсолютного релитивизма, это вот сугубо темпоральный подход, описан изначально как антологический, потом тут как объяснение эволюции и... Да, ну, все.